Видишь ли, большая часть информации – это просто общее руководство по доставлению удовольствия самому клитору. Но у нас почти нет информации о другой чрезвычайно важной части, которая оказывает огромное влияние на то, как доставлять и получать удовольствие. В этом видео я расскажу вам все, что вам нужно знать о клиторальном колпачке и о том, как превратить эти знания в еще большее удовольствие для нее. И, конечно же, о большем количестве оргазмов. Потому что правда в том, что когда дело доходит до секса, большинство людей даже не знают, что существуют разные виды клитора. И знание особенностей анатомии вашего партнера – один из самых важных шагов. За то, чтобы стать лучшим любовником на свете, не считая подписки на этот канал. И если тебе посчастливилось оказаться человеком с клитором, который наблюдает за этим потрясающим зрелищем, добро пожаловать, потому что понимание своего собственного тела – это очень важная часть обретения сексуальной силы и удовлетворения. Хорошо, давай сразу перейдем к делу. Вот пять главных вещей, которые тебе нужно знать о том, как открыть капот. В-пятых, это крайняя плоть женщины. А клитор – это эквивалент пениса. По сути, головка и стержень. Но капюшон – это менее чувствительный участок кожи, который покрывает клитор и защищает его от чрезмерной стимуляции. Я имею в виду, что это именно то, что делает мужская крайняя плоть. И точно так же, как и мужская крайняя плоть, каждый клиторальный бугорок, а также клитор, который она защищает, уникальны для человека, которому они принадлежат. Но об этом чуть позже. Давай перейдем к четвертому пункту. Они вырабатывают кожное сало. Хорошо, значит, тебе, наверное, знакомо слово «смегма». Если нет, то это просто мое любимое слово в английском языке. Я просто думаю, что «смегма» звучит именно так, как оно описывает. И то, что оно описывает, это своего рода смесь омертвевшей кожи, бактерий и пота, которая образуется внутри крайней плоти. И то же самое верно и для клитора. Вот почему их нужно содержать в чистоте. Кожное сало не самая приятная вещь, с которой можно столкнуться во время полового акта. И точно так же, как мужчинам нужно следить за своей гигиеной внизу живота, особенно если они не обрезаны. То же самое нужно делать и женщинам. Теперь нужно понять одну вещь о женских гениталиях. Это деликатная самоочищающаяся экосистема внизу живота. Несмотря на то, что женщинам обязательно следует мыть свои половые органы теплой водой каждый раз, когда они принимают душ. Это подводит меня к третьей замечательной вещи. Он втягивается при возбуждении. Так что если ты когда-нибудь слышала термин «женский стояк», то знай, что это действительно так. Точно так же, как мужчины возбуждаются, они становятся твердыми и крайняя плоть втягивается. То же самое верно и для клиторального бугорка. Когда женщина испытывает сексуальное возбуждение, ее клитор становится великолепным, а клиторальный колпачок втягивается, позволяя клитору выскочить наружу, готовой к стимуляции. А теперь вспомни, как я говорила ранее, что каждое из наших тел уникально. Ну что же, это одна из тех областей, где разница в телах оказывает большое влияние на то, как нужно доставлять удовольствие этому телу. Так будут ли у некоторых женщин капюшоны полностью убираться и показывать клитор во всей его красе? У других женщин капюшоны не раскрываются полностью. И если капюшон продолжает закрывать ее клитор во время секса, она может хорошо отреагировать на то, что ее буквально приподнимают языком или пальцами. Совет профессионала, поглаживание капюшона и головки клитора под капюшоном, отличный способ подразнить ее, прежде чем перейти непосредственно к самому клитору, с помощью капюшона и отодвигая его в сторону самостоятельно. Совет номер два. Все они обладают уникальной чувствительностью, и тебе нужно учитывать уровень ее чувствительности. Некоторые женщины предпочитают, чтобы во время оральных ласк или прикосновений их капюшоны оставались над клипсой, потому что в противном случае они становятся слишком чувствительными. Как только ты точно поймешь, как выглядит ее капюшон и как им манипулировать, следующим шагом будет выяснение ее точных предпочтений и чувствительности. Другими словами, что ей подходит. Но для цели этого видео просто важно понимать, что для разных людей это разные поглаживания. И если у тебя когда-нибудь возникнут сомнения относительно того, что ей нравится, ты можешь спросить и предположить, что она, возможно, не знает точно, что ей нравится. Потому что помни, эта деталь, возможно, вы поймете женскую анатомию, о которой мы на самом деле не так часто говорим. Помни, что в разные дни, в разном возрасте все может быть по-разному и так далее. Также важно помнить, что к разным методам применяются разные правила. Например, ей может понравиться, когда ты осторожно откинешь капюшон, опускаясь на нее. Но как только ты ведешь туда вибратор, это может быть совсем другая история. Например, есть некоторые вибраторы, которые мне особенно нравятся, но я не могу поместить их непосредственно на свой клитор. Это было бы слишком. Но я встречала других людей, которые могут воспринимать такого рода стимуляцию и на самом деле предпочитают именно это. Вот почему ключ к экспериментам, это когда ты заводишься и пробуешь разные вещи со своим телом и разные комбинации игрушек. Хорошо, вот и последнее. И это действительно важно. Клиторальные колпачки могут застрять. Иногда женщины не могут испытывать клиторальное удовольствие из-за так называемых спаек. И если вы или ваш партнер изо всех сил пытаетесь испытать удовольствие или, возможно, даже испытываете боль в области клитора и вокруг него или даже дискомфорт, причиной могут быть спайки. Спайки возникают из-за скопления бактерий и кожного сала. И они именно такие, какими кажутся на первый взгляд. Это похоже на то, как будто кожа на самом деле склеена. И это предотвращает втягивание клиторального колпачка, чтобы обнажить клитор, как это задумано. Некоторые спайки могут вызывать боль в клиторе, повышенную чувствительность или трудности с достижением оргазма. Обычно это происходит из-за недостаточного мытья. Или, возможно, ее клитор просто долгое время игнорировался. Может быть, ей неудобно прикасаться к собственному телу. И поэтому у нее не было времени на то, чтобы завести настоящие отношения, в которых она обычно убирала бы эту область. Так что в менее напряженных случаях может помочь мягкое мытье теплой водой. Ты также можешь пойти к врачу и спросить их. Некоторые врачи могут порекомендовать использовать мыло. На самом деле они могут порекомендовать процедуру в своем собственном кабинете. Если чувствительность кожи слишком велика, или ванны с теплой водой не помогают, определенно пришло время обратиться за медицинской помощью. Тем внимательнее вам нужно относиться к гигиене, точно так же, как и парням с крайней плотью. И им нужно уделять немного больше внимания нижней части тела, по сравнению с парнями, которым сделали обрезание. И хотя клиторы, как и их соски, могут быть самых разных форм и размеров, это абсолютно нормально. Но бывают редкие случаи, когда они настолько увеличены или слиплись, что требуется хирургическое вмешательство. Хирургическое вмешательство, о котором я говорю, не предназначено для косметических целей. Дело не только в том, что мне не нравится размер моего капюшона, хотя он идеально подходит. Это для тех, кто на самом деле испытывает сильную боль и дискомфорт. Есть вещи, которые можно сделать, чтобы изменить размер и форму клиторального бугорка, чтобы помочь клитору лучше чувствовать себя. Вот и все, что тебе нужно знать о клиторальном бугорке. Если тебе нужен конкретный совет, как к нему прикасаться и как доставлять удовольствие, ознакомься с моим курсом по массажу Яни. И ты сможешь лично увидеть, как стимулировать клиторальный бугорок. В данном случае, друзья мои, знание — это сила, а знание — это еще и удовольствие. Меня зовут Кейтлин В. Спасибо, что подписались на нас. Увидимся здесь позже. Пока-пока.